Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор книг о привидениях для детей. Ни для кого не секрет, что дети обожают разные страшилки и ужастики. Причину такого интереса давно объяснили психологи. Страшные истории помогают ребятам преодолевать собственные страхи. А также повышают стрессоустойчивость. Если, читая страшную историю, ребёнок может посмеяться, то и его страхи становятся смешными, а значит, совсем не страшными. Преодоление собственных страхов – важнейший этап во взрослении каждого ребёнка. Родители Фрэнки Баннистера владеют отелем «Проходите мимо», но не простым, а волшебным. В нём постоянно живут самые странные сказочные существа – феи, ети, гоблины и другие. Абрахам Баннистер, основатель отеля, всегда был кумиром Фрэнки. Мальчик обожает своего пра-пра-пра-дедушку, ведь тот был большим любителем приключений. Но Фрэнки и представить не мог, что однажды призрак Абрахама решит явиться в отель. Он готов раскрыть удивительные секреты, которые хранятся в этих стенах. Однако что-то Фрэнки настораживает в этом призраке, как будто Абрахам что-то скрывает. Но если так, то что именно? Холли Веб – котёнок Клякса или Загадка Привидения Эльза всегда мечтала о своей собственной комнате, которую не придётся делить с сестрой. Мечта девочки исполнилась – в новом доме у каждой из них своя комната. Только Эльза не подумала о том, что в одиночку засыпать будет страшновато. Что-то шуршит, скрипит и плачет. Иначе назвать эти звуки с чердака Эльза не может. Неужели в доме водится привидение? И хотя Эльза – не самая храбрая девочка, она постарается разгадать эту загадку. Всё о феях и волшебстве. Это самая настоящая энциклопедия чудес. Она переносит читателей в волшебный мир, где живут феи и гномы, магии и чародеи, герои сказок и легенд, кровожадные вампиры и ночные призраки. Малыши с удовольствием будут читать и разглядывать эту великолепную, забавную, красочную книгу. В ней они найдут остроумные советы, как спастись от привидения, как заслужить подарок доброй фее, узнают, как сшить карнавальные костюмы, сделать нарядные гирлянды и испечь вкусные угощения к весёлому детскому празднику. Муми-тролль и маленькое привидение Семья муми-троллей отдыхает на маяке на одиноком острове, и каждую ночь муми-тролль не может заснуть от страха и мучудится привидение, которое ходит и топает своими крошечными ножками. К счастью, Фрэконс Норк придумала, что сделать, чтобы муми-тролль перестал бояться. От Фрид Пройслер «Маленькое привидение» Маленькое привидение жило, как и полагается привидению, из хорошего замка. Днём спала, ночью гуляла по коридорам, раскланивалась со старинными портретами и дружила со старым мудрым филином Шуху. Но однажды всё изменилось. Почему же время пошло не так, как и раньше? Что случится с привидением, получившим солнечный удар, и как ему вернуться к прежней жизни? Яркие и весёлые иллюстрации Ольги Ковалёвой помогут вам познакомиться с главными героями, пройти по настоящему подземному ходу, открыть запертые двери при помощи волшебных ключей и найти самое тихое место в целом городе. В Стрекозельске на чердаке старого дома обитает симпатичная семейка работящих городских привидений – мама, папа, два дедушки и маленький Ухтоша, который мечтает скорее стать взрослым. Он любопытен и доверчив, как все дети, и постоянно вмешивается в жизнь людей, хотя правилами поведения для юных привидений это строжайще запрещено. Оттого и приключаются с ним разные истории, которые смешат и забавляют и поучают и трогают до слёз. Сара Тейлор Портрет призрака Главный герой книги Макс не просто миленький котик. Он умеет развязывать и завязывать узлы, несмотря на то, что у него лапки, понимать людей и добиваться от них своего при помощи настойчивого мяу. И, конечно, расследовать преступления. Кот-детектив столкнулся с новой тайной. В поместье лорда Фоули разгуливает призрак. Но Макс уверен, что призраков не существует. Это всё выдумки, и для него становится делом чести доказать, что на самом деле это чья-то злая шутка. Поэтому ему придётся приложить всю свою изобретательность и все свои четыре лапки, чтобы вывести призрака на чистую воду. В книге много подсказок, чтобы ребёнок мог сам раскрыть тайну, а история настолько увлекательна, что он непременно попытается это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok